Не все хорошо, давайте цифру назовем. У нас зарплаты на 10 месяцев. В сентябре нужно найти источник. Позже нельзя. У нас по лекарственному обеспечению на столько-то месяцев. В сентябре нужно найти источник. Позже нельзя. Нехватка денег в сфере здравоохранения – главная тема Комитета областной думы. Чтобы выжить отрасли в этом году, нужно дополнительно, по мнению депутатов, найти более полмиллиарда рублей. При этом средства на два последних месяца вообще не заложены в бюджет. А это 260 миллионов. Почему наши люди, которые приходят в больницу, ругаются на медицину, недовольны, к врачу попасть не могут? Мы вроде столько делаем, у нас помощь высокотехнологичная, а мы все время слышим критику в адрес лечебных учреждений. Если у нас медсёстры, получают 6-7-8 тысяч. И если уже сейчас в некоторых больницах работать некому. Я могу привести пример в Борисоглебе. Когда у нас медсестра ушла в декрет, главный врач за голову схватился. Некому, никто не идёт, все пенсионеры. Выход из ситуации – стимулирующие выплаты для медработников. Но это тоже деньги. А между тем, в некоторых учреждениях зарплата упала почти на 15%. Правда, как заверил Михаил Осипов, директор регионального департамента здравоохранения, средняя зарплата медработников составляет более 20 тысяч рублей. Довольны и сами пациенты. Если оценивать жалобы, которые поступают по стационарной помощи, но их крайне мало и в основном больше дентологического характера, если и бывает, то по доступности, наверное, по попаданию в стационарную помощь, у нас, наверное, жалоб вообще нет. Жалоб нет. Подчеркиваю, по стационарным. Больные довольны. Кроме того, чтобы сбалансировать деятельность медучреждений, предложено несколько вариантов развития. Это и реорганизация стационарных служб Ярославской ЦРБ и больницы номер 7 Ярославля. А также преобразование городских больниц номер 3 и 4 Рыбинска. Ещё один пункт программы развития – сокращение терапевтических коек в учреждениях региона. Правда, этот шаг, по мнению Михаила Осипова, никак не повлияет на качество предоставления медицинских услуг. Денис Муравев, Сергей Мазилов. День в событиях. Продолжение следует...